Папа Климент VI Папа Климент VI Папа Папского суда невиданно разросся и стал использоваться в качестве модели для администрации королевских судов по всей Европе. Папский престол довольно прочно обосновался в Миньоне, что позволило создать централизованную систему управления. Начиная с XIII века, штат административных работников все увеличивался и увеличивался. В конечном итоге выставили около 500 человек в большинстве своем службе. Папская горе состояла из двух основных структур. Церковное правительство и хозяйственное правительство. Церковное правительство входило папской обороны, которая занималась финансами, папская канцелярия, суд по религиозным делам и даже папская темница, карательный орган военной власти. Хозяйственный отдел включал в себя различные структуры, которые отвечали за организацию опыта и повседневные деятельности Бонтилия, в частности слуги, литурническая служба и персонал Бонтилия. Это комната, в которую могли войти только зам Бонтилия. Его камера и казначей была самым охраняемым местом во всем Бабском вольце. В этом помещении с узкими комнатами и толстыми стенами хранились все сокровища Бабского престола, самые бесценные из них. Содержались в каменных тайниках, скрытых между плитами на полу. Они были обнаружены только в 1985 году. Чего только не было в этих сундуках с железными запорами, мешки с золотыми и серебряными монетами изделий серебра, ценные ткани и посуды. Дарственные наземные пожертвования. Несмотря на весь свой аскетизм, этот зал поражает утонченностью и изящество. Его сурчатые потолки напоминают заходу на хорошее предприятие. К обходу в нижний сорт площадь будет специальный коридор с армированной железной грибой. Что, однако, не помешало грабителям дважды проникнуть сюда в 1360-м и в 1374-м годах. Зал Иисус – это вестибюль, ведущий в личные покои понтифика. Он обязан своим названием монограмме Христа, украшающей его стены. И, Х, С – это первый буквал отецких слов. Езус хоменум, сальватор, что означает Иисус – спаситель человечества. Именно здесь кардиналы ожидали, пока папа облачиться в свои традиционные деяния за крестий, как только распорядитель давал сигнал. Они под боем проходили в зал консистрии. Папа замыкал процесс. В 15-м столетии легаты и вице-легаты внесли некоторые изменения в эту часть тронца, в зал Иисуса, превращенных в трапезно. В 17-м веке здесь расположились помещения для швейцарских гвардейцев, а затем вестибюль, ведущие в апартаменты и веце-легаты. Стены были украшены гербами и веце-легаты, следы которых дошли. Спускаясь из личных покоев, папа облачался здесь в свои традиционные деяния и лишь после этого направлялся в зал консистрии. В разнице также располагалась небольшая змеотина, где хранится с папской имени с 13-го и 14-го столетия. В 17-м веке она была превращена в небольшую капельку, на оригинальную таблицу, нарушенную гербами. А глицов на стенку в своем нынешнем виде была выполнена в 18-м веке. Выглянув из окна, был ликотесарный бабского дворца. Сады бабского дворца, которые видны из окон, расположены на руках, отдельных участках, отгороженных крепостными водами. Вдоль главного фасада были разбиты сады Бенедикта 12-го, чуть ниже. В 1345 году папа Климент VI приказал выстроить у подножия бабской башни большой декоративный фонтан в форме грибкова, следы которого дожди до нашей. Вода в фонтан поступала из резервуара на грибковном валу по водяному колесу или норе. Колесо перекачивало воду из колодца и доставляло ее в бройлерные помещения в гардеробной башне. Вода также шла на поливку садов. В садах выращивали декоративные растения, разнообразные овощи, пряные и лекарственные травы. По решеткам на стенах и в беседках ввелись виноградки. Сад на нижнем уровне был засажен множеством фруктовых деревьев. В северной части садов был зверинец, символ могущества и силы бабского креста. Здесь содержались множество зверей, которых бабы покупали за свои деньги или получали в дар. Медведи, любые верблюды, вепри, олени, дикие коты и редкие виды птиц. Внутренний двор старого дворца обрамлен четырьмя зданиями, построенными при правлении Бенедикта XII. Такой принцип состройки восходит к эпохе античности и впоследствии широко использовался при строительстве монастыря. Поэтому его несколько неуместным называют квадром или монастырским двором. В каждое из четырех зданий можно попасть из галереи на втором этаже. Массивные колонны поддерживают широкие критические арки, образующие собой галерею первого этажа. Галерея на втором этаже освещается небольшими верхними проемами, перемешающимися с более массивными парными окнами, от которых установлена стамена. Сюда можно было подняться по широкой каменной лестнице с наружной стороны с этого галереи. Она была разрушена в 1825 году. Нынешняя лестница находится совсем в другом месте. В этом огромном ныне, 50 метров длиной, известном под названием Большой Тиннельный зал, некогда располагался банкетный зал Папского дворца. На юге Франции слово «тиннель» обозначает столовую и трапезную. В этом величином зале понтифика и его гости отмечали важнейшие религиозные праздники. Назначение карцинала – возведение нового Папы на престол. В обычные дни стол для Папы накрывался в малой трапезне, которой более не существует. В 1342 году в Веншестой приказал возвести рядом с башей, выстрелили еще большие службы. Еще одна, как у нас, что верхний уровень, на который мы сейчас поднялись, назывался «треобнике». Он служил исключительно для готовки, поскольку здесь была историческая подробная дымовая труба в 18 метров высотой. Пищу готовили в камине, установленном на полку в центре кухни. Вокруг камином обозначена каменная конструкция, где одна на другую устанавливали в жарке мяса. Это позволяло одновременно готовить большие количества пищи. По архитектурному решению, эта кухня напоминает вуфные помещения в Королевском аббатстве Фонтевро в долине Фонтеврога. Банкеты в те времена славились пятью переменами блюд, что демонстрировало невиданную щедрость папского двора. Салаты и супы сменяли шею, но и шею для дичи, которая была добыта во время любимого развлечения аристократов на охоте. Немалой популярностью пользовалось и фермерское мясо. Обе белаку рабат и голуби ценились особенно высоко, поскольку считалось бутание ближе к полу. Корица, имбирь и шафран придавали яствам восточные ароматы, тоже считались райскими лакомствами. Из корицы, заказанной на банкет в честь коронации Климента VI, было приготовлено 600 литров камелинового соуса. В четырнадцатом столетии этот зал был назван декоративным из-за кабелетов украшавших его стены. Именно здесь важную гостью ожидали вечерней аудиенции, у бабы Русского. Местейший верховный понтифик даровал вновь избранным кардиналам кольцо и шляпы. Символ значимости из-за ламусана. Здесь проходила церемония вручения золотой фонзы. Взгляните на картинки наиграть. Эта огромная кабелла выстрелит. При Клименте VI выложена в виде единого найфа 52 метра длиной, 15 метров шириной и 20 метров высотой. Папа приказал архитептору Жану де Лувру изменить свой первоначальный план и развести это величественное сооружение над новым залом для аудиенции. По форме и по духу оно должно было отвечать своему главному предназначению – проведению литургических служб. Три первых пролета образуют алтарную часть кабелета. При этом сам алтарик, установленный в первом пролете, обрестов папы под золотым бандрохином во втором. В третьем пролете находились кардиналы и левитофор. Специальный барьер отделял алтарную часть кабеллы от толку молящегося. Церемония выведения на престол нового папы проходила в строгом соответствии с правилами и продолжалась долгих 9 часов. Сразу же после избрания папа плачали в традиционные одеяния, поверх которых надевали мантию или поли. На голову подружали мидру, а на палец надевали кольцо, сила выше легенозной власти. После этого вновь избранный понтифик служил праздничную миссу. Во время миссы один из священнослушителей держал перед ним горящий фитиль, призванный напомнить о мимолетности его власти. На заключительном этапе церемонии папа занимал свое место на ритуальном троне и получал от декана коллегии кардинала папскую теорию. После чего декан произносил знаменитые слова «Хампус папа». У нас есть папа, затем толпа верующих, собравшаяся в главном дворе, приветствовала нового главу католической церкви, а тот благословлял ее из окна отпущения грехов. После этого папа в красно-шелковой мантии, наконец белой шелковой накидкой, торжественно проезжал по всему городу. Его сопровождала праздничная процессия в составе высших сановников, за которыми шли рядовые служители церкви. За папой следовал служка, ведущий раздачей милостыни, который пять раз бросал монеты в толпу. После этого понтифик возвращался в Большую Капеллу и вновь садился на трон. Теркви-диналы подходили к нему один за другим и, преклонив колено, протягивали ему свои митры в ожидании символического расстояния. Отдохнув в своих покоях, папа принимал участие в роскошном банкете, выседая на почетном возвышении в центре зала. В дни коронации было принято раздавать милостыню бедным и вручать подарки высшим сановникам папского двора. Так, при коронации Иннокентия VI, одни отзавелись новой одеждой, другими золотыми флориками, а третьим пришлось довольствоваться цыплятами. Вашняя лакаж, построенная в два направления Иннокентия VI, была самым высоким сооружением во дворце. Она использовалась как наблюдательная мышка. Чем объясняется ее название? Слово «лакаж» в переводе с провансальского означало «часовой». Каждую ночь на башне дежурили двое часовых, которые в случае опасности подавали предупредительный сигнал. В конце 17-го столетия огний уровень башни был разрушен, а камни пошли на строительство защитного бастиона перед главным входом во дворец. Поехали. 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 Прокатрия на вертикатах пролета, повернутая в сторону центральной стены, представили собой совершенно новое конструкционное решение, на котором до время использовались есть опыта. По обеим сторонам на дешевую лестнице, освещенной на входящей 2 млн бомба, были расположены пасны корабля. Негрестные своды, выложены по всей линии лестницы, которые выбирались на основании вот прошеной великолепной адаптерны. В те времена на каждом лестничном пролете Были установлены деревянные двери, обитые тяжелыми железными плитами, которые защищали вход во дворец. Спустясь по ступеням. Обратите внимание на декоративную надпись. На ней рассказано, как Вицелик от Москвы перестраивал лестницу в 1659 году. Накануне визитом. Большой зал для аудиенции. Это настоящий шлемер-рагнитив горожана для ворота. На два отдельных метра. По размеру он не уступает большой кормойленовый сад Асадов. Здесь невелика всего 11 метров. Когда-то здесь проходили заседания Бамского суда, постоянного студентом учреждений при Бамском дворе, состоявшего из коллегии ауди.